Чтобы побеждать в компьютерных играх, тебе нужно лучшее оборудование. Игровые наушники, механические клавиатуры и мышки, которым нет равных, всё это есть на сайте QCyber, ссылка на него находится в описании, а также промокод Евгений Рус даст тебе огромную скидку на все игровые девайсы. Всем привет, народ, и в игре есть ещё одна пасхалка, такая странная. О ней нигде ничего не сказано, но я не узнал, когда купил эти наборы, ребят, которые тут есть в магазине, для экономии времени, вообще офигел. То есть здесь есть наборы, типа карты убежища отшельников. Я её купил. И оказывается, здесь есть какие-то отшельники. Кто они? Что они? Зачем они в игре? Нигде ничего не сказано, и я решил разобраться, что же это такие за бомжи. То есть, по сути, это местные бомжи. Их на карте штук, я не знаю, 8-10, я точно не знаю. И вот мне интересно, что же это такое, ребят? Если вам нравится тема с всякими пасхалками и секретами Ассасин Скрида, это не то, что прям большой-большой секрет, но игра об этом не говорит. И эти отшельники живут в таких местах, что хрен ты их найдёшь на плане отшельники. Интересно, это есть отшельник? Там киска. Как вы думаете, вот это и есть отшельник? Это он? Это он и есть? Местный отшельник? Киска? Я думаю, за киску можно поставить лайк. Дайте, например, 500 лайков на этом ролике. Вам понравился ролик про сфинксов и пирамиды. Надеюсь, понравится и этот. Вот я сделаю фотку этой киски, освещение, дерьмо, но и так сойдёт. Давайте пойдём искать отшельника, отшельника Огдама. Огдам, ты где, парень? Здесь вообще-то должен быть живой человек, как я понимаю. Ну или нет. Или да. Постой. Постой, здесь никого нет, здесь только кошки. И всё, что я получу, это очко способностей и возможность посидеть на тряпке. Серьёзно? Я думал, здесь будут люди или типа того, что как бы... А можно сюда телепортироваться? Нет, нельзя. То есть это просто место для отдыха, где ты можешь посидеть и заработать одну очко опыта. Окей. Я думал, здесь будет живой человек, типа отшельник. Может быть, в записке что-то сказано? Эта древняя вернулась, наконец, во власть самого священного зверя. Объединившись с ним, ты сможешь познать истинную мощь. Священного зверя. А что будет, если я найду все места для отдыха? Что будет тогда? Получу ли я какую-то награду за это? Давайте это узнаем. Что будет, если я найду все места для отдыха? Все места для отшельников? Вперёд. Хорошо. Ещё какое-то убежище. Может быть, тут что-то будет? Чёрт возьми. Это прям алтарь какой-то. Что не так с этим алтарём? Что не так с моим языком? И он плохо произносит букву L. Я в последнее время, ребят, стал картавить. Простите меня за это. Хотя, чёрт возьми. Конечно же, вы меня не будете винить. Только я себя буду. Что пошло не так? Куда? Куда и куда? И что? Что я тут делаю? Что я получу, кроме очка? А-а-а. Возможно, что-то внутри ожидает меня интересное. А может быть, нет. В моём доме всегда рады путникам. Расскажи о своих странствиях. Облегчи душу. Чёрт возьми. А в этот горшок мне облегчится? Нет, спасибо. Я найду нормальный унитез. И вот здесь можно присесть, ребята. То есть, прикол этих мест в том, что ты можешь присесть, отдохнуть. И ты получаешь за это очко опыта. Вопрос в том, в чём прикол вот этого всего? То есть, окей, я могу вот так отдыхать. И в чём прикол? А можно два очка? Просто интересно. Нет, нельзя. То есть, прикол просто в том, что ты присаживаешься и получаешь очко опыта. Всё. В этом вся соль. Ничего больше. Никаких новых знакомств. Никаких секретов. Что-то странное пасхалка, если честно. Странное. И как бы ради этого я покупал карту экономия времени. Серьёзно? Я разочарован. Чёрт возьми. Где мои манеры? Я не поделился с вами тем, где находятся эти укрытия, где можно набрать опыт. Вот первое, ок, дам, находится здесь. Второе, его вот реально найти. Вот это вот можно найти абсолютно реально. Оно находится здесь. Называется владение Сакхэма. Находится рядом с Гераклионом. И третье, в котором мы сейчас оказались, я иду слева направо по карте, ну так по большому счёту, находится вот здесь, в этой пустыне. Вот здесь. Я сейчас здесь. Водоносный оазис. И сейчас мы здесь будем отдыхать. Как я понимаю... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Нет, походу отдыхать я ещё не буду. Чистая вода, чистая сила. В них есть что-то общее. Ну, возможно, ребят, пустыня. Чистая вода и чистая сила. Это практически, ну, очень одно и то же. Окей. Как я понимаю, место отдыха у нас находится у воды. Или не у воды? А, там что, сокровища? А, и ты отдыхаешь прямо в воде. Чёрт возьми, это классно. И получаешь очко опыта. В принципе, прикол этих мест в том, что ты проходишь области и получаешь очки опыта. То есть мы получаем очко способностей, извиняюсь, способностей. В этом прикол этих мест. Я не знаю, насколько это ценно. По-моему, не очень. Ну, в начале игры, если вы реально хотите объездить карту и по-быстрому нафармить опыта, чтобы стать сильным воином, возможно. Возможно, да, возможно, нет. Следующая точка находится в чёрной пустыне. И здесь я хочу спросить, какой безумец решил устроить место отдыха на, чёрт возьми, огроменном высокой горе. О, Юбисофт, спасибо. Мне дали достижение за то, что я зарез на самую высокую гору в игре. То есть вот оно что. Вот для чего была эта цель. Окей, ладно. Это хотя бы что-то. Мне дали достижение. Правда, вы, наверное, спросите. Евгена, а в чём нужно соль достижения? Да ни в чём. Просто сняли достижение. Можно, когда я в школу приду. А, постой, я же уже не школьник. Так вот, если бы я обучился в школу, я бы пришёл всем друзьям и сказал, знаете, я достижение заработал. И меня бы, наверное, побили. Хотя нет, у нас в школе никого не били, потому что с нормальной была школа для людей. И глядя на величие мира или великолепие гора, сознаёшь, что ты всего лишь крупица песка, но вместе с тем, часть чего-то большего. Похоже чем-то на Far Cry, кстати. Помните, там тоже всякие вот эти ленты были. Это для определения ветра вроде, я хз, или для красоты. Смотрите на эту красоту. Ради этого стоило, наверное, забираться в какую-то дичь. Там ещё орёль летает. Вот это место для отдыха мира. Там кораблики проплавают в оазисе. Там буря песчаная. А здесь какие-то горы. Ладно, давайте, да-да-да. Я хочу, я хочу отдохнуть. Отдых, перерыв. Отдых для Женечки. Я бы, кстати, сфоткал вот это. Мне кажется, это просто идеальный момент, чтобы его сфоткать. Типа, байк на отдыхе. И это место находится на вершине Чёрной горы. Чёрной пустыне. Окей, последнее, ребят. Последнее место, которое мы с вами не пстили. Вот оно, убежище отшельника. Как я понял, это последнее место. Я прочесывал карту, чесал-чесал её и не нашёл больше ни-фи-га. Так что отправляемся сюда. Это наша последняя точка в путешествии. Что может пойти не так? Место для отдыха. Это прямо вот оно, понимаете? Это вот первое место, которое действительно называется местом для отдыха, а не просто какой-нибудь высокогорной точкой в пи... Да вы поняли. Короче, где-то в заднице. ЗМИЯ! Чёрт возьми. Именно за этим ты и приходишь на отдых. ЗМИЯ! Чёрт возьми. Я... Блин, тут место для отдыха или... Кладбище змей. Чуваки, ну, меня куда-то привели и захотели убить. Мой секрет преуспеть довольно прост. Я всего лишь почиваю на плечах богов. Да, наверное... Наверное, это действительно удобно. То есть, вот рядом тут какие-то боги, статуи. Ты такой... Ммм, да, я буду спать здесь. Потому что боги будут охранять. Да, да, в этом что-то есть. В этом что-то есть. Наверное. Обыскай. А где... А где мне сидеть? Где отдых проводится? Где проводится отдых в данных землях? Здесь, внизу. На плечах богов. Наверху. Где? Черт, я угадал. Наверху. Давай. Ики. Все. Опа. Ну, это... Ну, это нормальный вид. Это прям шикарно. Давайте зафоткаем вот этого засранца. Вот оно. Вот это тот момент, когда ты понимаешь. Я не зря заплатил 2000 рублей за Assassin's Creed. И еще надо будет платить 2300 за Season Pass. Офигенно. Просто 10 из 10. Слова мудрости. Ох ты. Мы получили достижение. Значит, я получил достижение за все это. То есть, я не зря сейчас бегал по карте мира и занимался дичью. Не зря. В этом был смысл. Ребята, всем спасибо за просмотр. Видео короткое, но содержательное. То есть, если ходить по всем этим местам, мы получим первое очко опыта. Второе. Мы получаем... Как вам сказать? Что мы еще получаем? Достижение. Вот, ребята. Стоит ли это того? Хорошая ли это пасхалка? Как по мне, хреновая пасхалка. Это полное дерьмо. Неинтересно. Вообще скучно. То есть, да, получаешь достижение. Ну да, вроде пасхалка. Вроде надо что-то искать, делать. Можно заплатить донат и ничего не делать. Просто побегать по карте. Что сделал я? И любой разумный человек, наверное, сделает. Эти места можно случайно найти, но хрен ты их найдешь. Случайно. Проще донат. В общем, ребята, разочарован. Я думал, что будет интереснее. Какие-то новые персы. Что-то прям вот прикольное. Что-то ничего прикольного не произошло. И вот это вот меня сейчас расстроило. Ладно, ребята. Всем спасибо за просмотр. С вами был Евген. Если вам понравилось, оставляйте палец вверх. Подписывайтесь. Делитесь видео с друзьями вконтакте. И заходите в мою группу в ВК. Тоже там куча интересного. Наши парни занимаются там игровыми новостями. И постоянно постят всякие крутые штуки. Вообще офигеваю. Просто вот как классно все получается теперь. Ладно. Пока. Продолжение следует.